Как всегда для любителей моего канала, кто смотрит про такое альтернативное южное садоводство. Сегодня первый день зимы и решила заснять про экзотику, которая таки дождалась и продолжает удивительно свисти. Ну, во-первых, меня очень удивила Фуксия Грацилис. Ее часто рассматривают как отдельный вид, а не сорт Фуксия Магелланская. Вот мы видим сейчас мороз минус 8, вполне себе живые цветы, то есть растения, листья и побеги на время покрыты таким колючим инеем, колючим льдом. И вот здесь вот в агористу ушел побег, спрятался вообще. Мы видим вполне себе живые розовые бутоны. Мы посмотрим, как растение перенесет. Во всяком случае морозы минус 12, минус 17, живые побеги переносили. Их даже можно было черенковать. Я просто тут ездил в хозяйственную поездку на Урал, деловую там, работал. И приехал и не успел отснять вот этот вот экзотик, который продолжает свисти. Этот пост, это репортаж, посвященный на тем, кто не сдается зеленым. И сейчас вот рулят вечно зеленые. Особенно интересно цветущие. Вот следующая цветущая, сейчас покажу, тоже с крайнего юга Южной Америки. Это гибрид двух бутлей, про которых сейчас расскажу. Вот, но про Фуксию еще меня порадовал второй сорт. Это Чили Ред. Интересный тоже. Фуксия Магелланская Чили Ред. Она тоже хорошо переносит. Вот Фуксия Магелланская. К слову сказать, ее сейчас накрыло снегом. Высота ее в человеческий рост. Это 3 года саженец, который я привез с Голландии. Она хорошо черенкуется, кстати. Вот еще одна Фуксия. Сейчас сделать вечеру. Утром, когда вышло солнце, было минус 8. Причем, солнечный мороз минус 8. Мы видим, в принципе, живые. Бутоны не выдержали, но листья вполне живые. То есть ее можно черенковать. Я в гипермаркете материт. Купил давно, охотился с этим сортом. И тут невиданная удача. Везет тем, кто ищет и находит. Вот эта Фуксия Чили Ред. Я щенкал шикарная. По сравнению с Грацелес, более крупный цветок, но она меньше, она компактная. Вот здесь, на каменной горке, с добавочным освещением, вот она перенесла минус 8 ночной мороз. Сейчас еще раз упомяну, что первый день зимы, 1 ноября 2020 года. Опунции, бесколючковая форма, опунции каманческой, вот уже начинает остекленевать. Она была вообще, как замороженный огурец. Сейчас немножко растаяла. Ну, в общем-то, все уже, все растения выделили антифрезы и готовятся в зиме. Следующая хритучка. Вот что меня поразило. Это в глее дилера Sun Gold. Солнечное золото. Интересно, очень интересно, она пережила. Уже морозы были один раз минус 8, минус 5 было днем. И вот ночной мороз, я думаю, до минус 10, где была приоречная терраса, у нас абсолютно живые цветки. То есть, вот цветок, это отсвевшие. И еще бутоны, посмотрим, листок точно вообще пережил эти температуры, как нечего делать. Вот колючий лед, который вот в руках не тает даже. Мы с детьми сегодня ходили в овраг кататься на плюшках, снег не лепится даже. И она продолжает свистеть. То есть, это все, к слову, об удлеях. Я на зиму, чтобы не рисковать, просто срезаю ее под основание, оставляю стержни. Можно обрезать лапником, можно просто засыпать, сделать мешок вокруг, обкрутить и засыпать листьями, если вы в четвертом климате, а не как мы тут, пятая уже граница. У нас к шестому подходит все-таки. Первый день зимы, вот у нас недавно снег выпал. На более 7, 4 и 3 климат бутлеев можно выращивать. Я видел в Батсаду Владивостока как раз вот этот вот сорт. Сангол замечательно чувствует, а там четвертый климат однозначно. До минус 40 температура доходит. Так они просто засыпают листьями. Ну а я, чтобы не терять черенки, их срезаю прямо у основания ствола в такивы в землю, потом все засыпаю листьями. Конечно, порадовала меня фицефолия. Вот у нас были морозы минус 8 и абсолютно твердая кожура, никаких повреждений. То есть, эта тыква действительно минус 8 выносит. Кабачки и тыквы в флам превратились просто. Даже удивительно, местами живой лист можно увидеть. Вот, основные тыквы висят. Вот одну уже сняли. Вот эта вот вызревшая тыква. Видите, абсолютно никаких повреждений, никакой деформации от мороза не произошло. Меня удивил еще очень чилийский шалфей. Вот мы видим последние цветы. Такие бледненькие уже. Сорт я укажу внизу видео. Но этот шалфей вполне годится для шестого климата. То есть, в Краснодаре его запросто, в самом Краснодаре, из-за Краснодара можно выращивать. Мало того, что он ароматный, он потрясающе красив. Цветет с середины лета до самой осени. Его можно заваривать в чай. Тоже я привез его с Голландии. Он хорошо черенкуется. Я его укоренял просто побегами. Здесь он под камнем зимует. И уже третья зима. Морозы, промораживание почвы не допускать просто. А так, внешние морозы ему нипочем. Он просто смерзает. И промерзание на ладонь где-то он выносит. То есть, корень глубинный, он отрастает тогда. А в теплом климате седьмом он, наверное, вообще древовидную форму может принимать. Конечно, удивляют розы, но это уже никому не секрет. Розы не вянут от мороза. То есть, роза, в принципе, растение вечно зеленое. Сейчас зима – это время вечно зеленых растений, но вечно зеленых цветущих, конечно, это две розы. Это Скарлетт Бонника, немецкая селекция, если я не ошибаюсь, и Стадрум вторая роза. Вот такая вот простая, такие розы-ромашки, так называемые. Вот абсолютно лепесток, можно хоть час в час заваривать в первый день зимы. Это больше кустовая роза, а это с тенденцией к плетистости, такой стоящий высокий кустарник. Еще про удачную посадку роз. Почему они такие вечно зеленые? Почему им так хорошо? Да потому, что надо правильно сажать розы. У меня получился хороший эксперимент. Там розоводы могут покрутить пальцем на виска, сказать, но я стал розы сажать в хвойную. То есть, основание, корневая шейка, вот здесь в пихте на медийской как раз. Пихта тоже отличилась, выдала мне первую шишку. Вот шишка уже открылась, и вот-вот она начнет падать. Я отдельный репортаж по хвойным засниму. Первая шишка, первые семена, посмотрим. Может быть редко удача, что она завязалась. Ну а про розы неудачно вплетаются в можжевельники и пихты, особенно светлые такие, как пихта или кипарисовик. И друг друга как бы, скажем, выгодно взаимодействуют, там прикрывают друг друга. Эти розы мало того, что отсвели все лето и продолжают свистеть, они еще и позавязывали интересные семена гибридные. Надо сказать, у меня в магазине есть семена от перепыления разных роз. У меня знакомые серьезно розами занимаются. Я вот с супругой через супругу увлекся, в общем-то, розами. И вот эта вот генетическая селекционная боеголовка, да, вот здесь, заряженная генами, она может дать очень интересные семена. Так что заказывайте, покупайте. Ну почему? Потому что все культурные розы, они выращены из семени. В общем-то, это перепыление и здесь могут получиться как с магнолиями, так с рододенрами, со всеми растениями. Коктейль из генов дедушки, бабушки выходят и получаются какие-то новые, новые, хорошо забытые, старые, скажем, сорта могут получиться. Вот такой вот репортаж про зимнее цветение и ранне-зимнее. Ну а следующие у нас начинают рулить хвойные в саду. Я буду рассказывать про свои любимые хвойники. Орлов же специалист по елочкам в основном. Я вам про елочки расскажу свои дальше.